А, кстати, да, говоря вот о внутренней реакции и России, и россиян, и их представителей, но то, что мы услышали публично и поверхностно, это понятно, они другое не могли сказать. А как вы думаете, на самом деле, насколько мощным это им стал сигнал? Но ведь никто же не хочет там рядышком с ним присесть. Возможно, его ждет судьба того же Милошевича или рано пока об этом говорить. Как вы полагаете, как они реагируют на такие действия со стороны международных правовых институций? А никто, извините, не услышал. Российский эстеблишмент, скажем так. А вот та же Захарова, Лавров, да, вот эти. Они же боятся. Помните, мы с вами обсуждали, что Лавров-то уже и так говорил, что, мол, я не я, я не причастен. А вы знаете, я не про эту часть эстеблишмента Захарова-Лаврова. Они уже прошлые России, надо понимать. Захарова не перестает бухать и в этом состоянии делать заявление, к сожалению. А если посмотреть на Лаврова, даже понимаете, когда я смотрю на его физическое, психологическое состояние, уже понятно, что с Лавровым все понятно. Лавровым уже все. Это, это для меня очевидно. Просто, если посмотреть на, он попал в больницу, скрывалось потом, не знаю, помните, эти демонстративные интервью. Даже его походка изменилась и видно, что ему совсем, совсем уже, ну, плохо. Это заметно, да, и по высказываниям в том числе. Но в целом, хорошо, эти списанные, а те, которые еще надеются быть не списанными. Вот вообще, какие настроения, как вы сейчас думаете, да, в политической верхушке? Вот именно, да. Вот, понимаете, Лавров уже все, он понимает, он еле-еле эту работу выполняет. Я уверен, что была бы возможность, он завтра бы ушел. Это ему по нему уже. И уехал бы, вот в Соединенные Штаты бы уехали, думаю, как минимум. Да, 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 с дочкой бы жить. То есть, да. Ну, а что осталось? Вот я имею в виду именно тех, у кого есть состояние, у кого есть бизнес. Понимаете, тот же Газпром, руководители Газпрома, те же, понимаете. Они же сейчас с удовольствием сдали бы Путин. Те же очень такие, так тоже приближенные к Путину бизнесмены и так далее. Те же его друзья. Я уверен, что они понимают, что они стали миллиардерами. И их жизнь прекрасна, когда они сотрудничают с Западом. У них банковые шита на Западе, у них прекрасные отпуски на Западе и так далее, связи и так далее. И вообще, если так взять, учитывая, если посмотреть в призме интересов России, то на самом деле России невыгодно стать придатком Китая. В этом еще больше угроз, чем если Россия договорится с Западом. Естественно, там очень-очень большие угрозы. Если взять, например, на 10 лет вперед, то через 10 лет у России может быть такая ситуация, что просто они станут рабами Китая, если так грубо говоря. И они это прекрасно понимают. Они теряют поле для маневров. Это самое страшное. И вот, учитывая все это, смотрите, вот если взять Европу, да, борьба сейчас, Россия сама из себя уже ничего не представляет. Сейчас уже борьба, если посмотреть, уже с Китаем. Китай, к сожалению, пытается войти в игру. И он показывает, что если не пойти ему на уступки, то он может создать блоки противостоящие, которые приведет к долгосрочной холодной войне и к очень многим рискам. А кто туда войдет, в эти блоки? Естественно, это будет Иран со своей ядерной угрозой. Это будет Россия, это будет Китай, это будет Северная Корея, как минимум. А там еще будут страны, у которых была позиция не все так однозначно. Но, учитывая географическую ситуацию, это самая первая страна, которая может пойти на такой риск, это Турция. Если создаться такой блок, очень важно понять, а где будет тогда Индия. А Турция Эрдогана или даже Турция без Эрдогана? Нет, Турция Эрдогана. Именно потому, что новый претендент Пантюркист. Извините, не Пантюркист, а Татюркист. А Татюркист и Кришдар Руклу. И он, на самом деле, у него риторика приближения с Западом. То есть, там есть еще и Бахчали, который, на самом деле, он радикальный, правый, как бы, националист. Но, учитывая ситуацию, я думаю, прекрасно было бы, если бы избрался бы Кришдар Руклу, потому что он, на самом деле, обещает, что решит вопросы с Западом, пойдет навстречу, будет договариваться. То есть, и вы знаете, что Ата-Тюркисты, они сторонники светского государства. Кришдар Руклу даже обещает, что через несколько лет он вообще вернет парламентское правление в Турцию. Потому что они опасаются, что президентское правление в скором будущем при Ордогане могут привести к тотальной диктатуре в стране. Именно поэтому он обещает, что он вернет парламентский строй в Турции. Поэтому очень-очень будет выгодно. Кстати, мы будем иметь, по моему убеждению, другую Турцию, если 14 мая победить Кришдар Рулу. Есть, конечно, там партии и люди, тот же Давут Олу, которые, они, я думаю, оппоненты Эрдогана по личным причинам. Потому что все же они работали с Эрдоганом, у них конфликты были и так далее. То есть это просто не идеологическая борьба того же Бахчели и Давут Олу. Это противостояние, на самом деле. Поэтому они просто всеми способами пытаются просто оттеснить Эрдогана от власти. А потом те же националисты, они пойдут в оппозицию к Кришдар Рулу. Я в этом просто уверен в будущем. Но сейчас, потому что сильно, очень сильно Эрдоган ударил по ата-тюркистам. Очень сильно. А ата-тюркисты в большинстве своем были военные, натовские военные, которые, вы знаете, очень много лет, они были сторонниками сотрудничества с США. И они именно своим сильными позициями поддерживали вот этот светский порядок в Турции. Так что сейчас очень важно понять. Ну, мы видим, что у Эрдогана такая сложная ситуация, что сейчас он не против, чтобы в Финляндии уже... Они пытаются, по-моему, ратифицировать в парламенте вопрос вступления НАТО в Финляндии именно. То есть, они уже пытаются пойти на какие-то уступки. И, смотрите, вот очень важно сейчас, о чем я говорю, вот самый глобальный вопрос, чтобы Европа оставалась так же единой против Китая. Вот это же самое главное. Спасибо. Спасибо.